здрасте я иван шкиря и последние 9 лет вы могли меня знать как директора и единственного собственника сервисов калибри гудок но этому пришел конец теперь половина этого бизнеса принадлежит компании beeline а это означает что больше я не директор теперь я генеральный директор и это значит что ничего страшного и ужасного типа полосатых галстуков впаривания странных услуг или бюрократии не будет а много классного интересного и амбициозного будет в этом и смысл этого ролика я хочу рассказать про три вещи первое зачем я пошел на эту сделку второе что изменится а третье что не изменится начнем с первого зачем знаете компания калибри отличается от всех конкурирующих сервисов точно так же как я отличаюсь у других основателей мы изначально открылись и до сих пор работаем в екатеринбурге и гордимся этим у нас не было ни инвесторов не ключевых клиентов у нас просто была одна большая светлая идея сделать так чтобы любой бизнес мог получать клиентов из интернета получилось у нас это нет пока что нет если у крупные и средние компании нормально делают digital маркетинг то для малого микро и нано бизнес это по-прежнему недоступная история потому что мало сделать чат и аналитику тебе нужна просто кнопка клиента из интернета а для этого нужно трафик какая-то посадочная страница конвертер прогрев лидов последующие продажи только потом коммуникации аналитика это большая продуктовая задача большая задача трансляции этих идей в рынок и тащить ее в одну каску довольно сложно я подумал что почему бы не пойти по пути партнерства не продажи бизнеса как сделали некоторые наши конкуренты когда а такие предложения постоянно есть я думаю такие сделки будут когда приходят так себе оператор связи выкупает весь твой бизнес и потом это превращается в то во что превращается есть второй путь конечно геморройны страшные опасны но именно партнерство технологического партнерства когда у тебя и у партнера похожие ценности похожие задачи билайн вдохновляет идея построения платформы лид менеджмента которая будет полностью закрывать путь клиентов от трафика взаимодействия с первым рекламным носителем до продажи но абсолютно разные компетенции мы разбираемся в малом микро в среднем бизнесе в маркетинге разбираемся умеем это делать автоматически делаться от сервиса билайн шарит в корпоративных продажах в технологиях в связи и вот на этом симбиозе мы хотим построить партнерство смотрите хватит лирики для чего это было нужно давайте о том что поменяется во первых мы целый год были в состоянии сделки сам этот импульс позволил мне и команде поверить что вот эта большая цель она вообще воплотим что это можно сделать не кучу дурацких продуктов а прям пользу принести и благодаря этому мы запустили и обособили три отдельных направления управления продуктом финансы активные продажи сейчас они работают и так сильны как сейчас мы не были никогда это круто второе благодаря билайну мы запустим многие лидогенерирующие продукты которые вписываются в концепцию платформу лид менеджмента это легитимные sms рассылки voice рассылки это баннерная реклама это конструктор сайтов а еще благодаря билайну мы увеличим значительно географию предложения номеров которым с которым мы работаем сейчас на 110 городов их будет больше двухсот и когда мы говорим что каждый клиент хорош на своем месте каждый бизнес и человек хороши на своем месте ну действительно так что даже в маленьком небольшом городке клиенты смогут подключать наши услуги которые будут работать так же как и в москве в питере в других крупных городах круто третье билай начнет продавать наши продукты своим клиентам кто использует виртуальную т.с. а мы можем предлагать виртуальную т.с. нашим клиентам но не принудительно если в этом будет синергия выгода экономическая техническая это можно сделать они будут спариваться гораздо лучше и легче без треской смазки а если нет но никто заставлять не будет у всех свои цели четвертое я сам войду в билайн в их оттек направления для того чтобы помочь собрать правильную мартех сборку для всех сегментов рынка чтобы вот не странные теоретики маркетологи с песком посыпающим сзади скользкие дорожки человек кто понимает как вообще все это работает что реальному бизнесу необходимо поучаствовал в формировании большой мартех сборки это мне интересно я хочу что поделать дальше важный пункт заключается в том что наши продукты будут но немножко в домике защищены от поползновений странных государственных инициатив новых законов все-таки будь частью большого бизнеса это достаточно безопасно и для вас наших клиентов и для нас и для нашей команды нет вероятности большой что ты придешь на работу а работы больше нет или она незаконна ну и последнее благодаря тем технологиям которые сбила и не тому что мы сейчас делаем и сильно усилим свою партнерскую программу не секрет что мы в целом делаем ставку на партнеров мы считаем что вот тот самый лид менеджмент он нужен любому бизнесу но внедрять и настраивать его должен кто-то это будем делать не мы мы технологическая компания это будут делать наши партнеры и наша задача дать им те инструменты на которых они смогут выращивать бизнес своих клиентов зарабатывать и делать win 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 для всех трех сторон нас как вендора их как партнеров и конечных клиентов дальше я сейчас про вот ягодки рассказал конечно есть ложки дегтя я их большую часть уже сожрал моя команда мне помогала что-то коснется и вас и клиентов например мы полностью переписываем наш биллинг и уже с 1 декабря будут первые изменения и основные изменения выкатятся 1 января мы начнем правильно актировать софт который вам предлагаем то есть каждый месяц мы будем закрывать только тот кусок который действительно закрыли и оказали а не только делаем мы сейчас давно это все просила сейчас просто вот есть причина сделать это быстрее каких-то бизнес выгод это никому не принесет но там это нужно сделать поэтому я про это отдельно расскажу дальше почему вообще я об этом рассказываю для чего это видео большая часть изменений которые уже сейчас много происходит и будет еще больше в следующие годы инициирую я либо наша команда управленцев а расплачиваются за это наши поддержки менеджеры это не очень правильно потому что ну все люди наши клиенты воспринимают изменения всегда в штыки всегда кажется что пытаются сделать хуже но это не так и потом ты потом уже ретроспективно понимаешь что стало то лучше но когда я вам или кому-то захочется объяснить что мы не умеем делать свое дело что делаем его плохо и отвратительно и вообще людям ужасные вы можете сделать это вот мне адресно напрямую где-то под этим видео будет ссылка на мой телеграм-канал там еще можно прийти в комментарии засрать меня где те люди кто считает что я хорошие вещи пишу там полезно будет написать мне в мейл напрямую я нигде не спрятался я здесь и это будет правильнее во первых информация быстрее дойдет без искажений в третьих я может быть что-то с ней сделаю ну и точно нашу поддержку вопросами для чего вы сделали сделку с билайном ее не надо атаковать они вам ничего не ответит дальше чего точно не будет и это важно во первых не будет объединения команд и продуктов то есть мы не переедем в офис билайна мы не наденем полосатую одежду они к нам не приедут мы не сделаем там супер комбо продукт виртуальная тестом с сквозной аналитикой это никому не нужно нет у нас у каждого свой бизнес свои направления мы усиляем друг друга технологиями компетенциями вайбом но не сливаемся это важно второе мы не перейдем в другой рынок наверное всем известно что билайн это один самых сильных игроков на рынке enterprise и они работают самыми крупными клиентами топ-500 компаний пользуются все сто процентов билайнерскими услугами естественно мы этим попытаемся воспользоваться и продать наш софт наши услуги в крупных клиентов но фокус наш не на этом это этим будет заниматься ребята из билайна мы будем фокусироваться на развитие своей платформы лид менеджмент своих продуктов и своей партнерской сети просто будем делать это быстрее мощнее и интерес большими возможностями третье не будет навязывания фуферных услуг мы не будем продавать сим-карты как и билайне будет пытаться с например там с офисным интернетом продавать колл-трекинг это так не работает и четвертое не будет изменения принципов ценности и подходов для меня это очень важно потому что ну для меня моя компания так как мой ребенок и я ее строил исходя из тех принципов которые есть у меня например мы не самые большие потому что я всегда пытался выдержать такое как бы три единства что должно быть и сотрудникам комфортно я не хочу их обманывать и предлагать им то что я им не дам должно быть классные хорошие условия клиентам давать честный продукт и выполнять все свои продуктовые обещания и акционерам раньше это был я один сейчас нас больше давать прибыль то есть не быть венчурным стартапом который у нас рынке есть все знают чем это заканчивается и я думаю что это удалось я хочу это сохранить то есть человечный подход ко всем это записано у нас первая ценность которая в компании есть это человечность хотя делаем мы бесчеловечные сервисы и я очень хочу это сохранить знаете как пока сделка шла в течение года несколько раз от аудиторов от тех кто задавал вопрос вопрос звучал например такой каким количеством клиентов владеть кому ну не одним ну то есть у нас сейчас 70 сотрудников и они все выбрали сами нас у нас работать мы их не поймали на улице не заперли здесь у нас сейчас около 9000 платящих клиентов и это тоже не наш актив не мы их захватили не мы вас захватили вы выбрали работать с нами потому что наше продуктовое сервисное предложение отвечает вашим потребностям это все по любви и хочется чтобы это и дальше оставалось и даже сделка сбила она тоже по любви потому что я верю что там есть то что нам нужно они верят что у нее у нас есть то что нужно им и это самый базовый принцип который я хочу сохранить и надеюсь вы останетесь с нами и сейчас и через год через пять лет и мы поможем ваш бизнес делать немножко проще немножко круче и дальше это будет все по любви все скоро вернусь следующими обновлениями новостями если есть вопросы задавайте я буду очень рад спасибо